Сегодняшнее мероприятие начиналось с минуты молчания в память о погибших от взрывов в метро Санкт-Петербурга. На специальном круглом столе отметили, что одна из задач, которая сегодня стоит перед казачеством, защита права всех народов, живущих в Краснодарском крае, на мирную и спокойную жизнь. В Анапе сегодня проживают представители 80 национальностей. Сегодня мы должны воспитать подрастающие поколения, да и не только подрастающие, духи патриотизма и уважения к своей родине. Никто не, как наше казачество, наши уважаемые братья казаки, должны стать на защиту своей родины, своего отечества. Славилась всегда эта казачество тем, что в трудную минуту она сплачевалась, она концентрировалась в отрядах. Александр Смирнов приветствовал участников фестиваля культур, который в этом году посвящен 80-летию образования Краснодарского края. Традиционные песни в исполнении солистов ансамбля «Соловейка». В зале воспитанники казачьих классов, участники набирающего силу юно-армейского движения. Так замечательно, что в рамках вот таких прекрасных мероприятий мы объединяем все лучшее, что есть у нас. Это и традиция, это и культура, это понимание того, что без прошлого нет будущего. В этом году исполняется 225 лет со дня начала освоения казаками земель на Тамани и вокруг русла реки Кубань. Это был российский форпост во времена затяжных русско-турецких войн. Сегодня действующая власть помогает казакам вернуться к традиционному крестьянскому укладу жизни в мирное время. В том числе и в Анапском районе. Обществу выделяются участки земли под пашню. Деньги, вырученные от продажи сельхозпродукции, пойдут на развитие казачества. Взаимопонимание есть. Земля выделяется из краевых фондов, из муниципальных фондов. Те вопросы, которые возникают с администрацией города и района казачьего, что мы решаем плодотворно. Экономическое укрепление, экономика всех казаков, всем казачьим обществом. Чтобы можно было заниматься на эти деньги с детишками казачьих классов, то можно было их возить по местам военно-патриотическим, по героическим местам. Тот же Брест, Волгоград, города-герои и так далее. Спортивные мероприятия, спортивные секции. Уже в этом году соберут первый урожай. Тогда же подведут первые итоги. По словам Сергея Базеля, речь может идти как о выращивании овощей и пшеницы, так и о долгосрочных проектах, например, закладке виноградников. Продолжение следует...